О популярной схеме среди мошенников ваш родственник попал в ДТП не знает разве что ленивый, но тем не менее список обманутых, чаще всего в нем пенсионера, пополняется с незавидной регулярностью. Понимают, что делают и те, кто находит работу так называемых курьеров в социальных сетях. Искал работу там, оттуда мне написал человек о том, что есть возможность заработать таким способом. Каким таким способом? Курьером доставкой, он сказал ценных вещей, денег, предложил пройти верификацию, чтобы начать работу там. Какое-то время ждал заказы на доставку, и он в какой-то момент написал мне. Потом я поехал, забрал деньги, поехал в торговый центр, положил их на карту и отправил их. Жертвой мошенников стала 81-летняя жительница поселка Солнечный. За помощь близкому человеку, якобы оказавшемуся в беде, она передала через подозреваемого 500 тысяч рублей. По словам курьера, себе он оставил часть суммы и потратил на личные нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи «Мошенничество» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Помните о мерах безопасности в общении с телефонными собеседниками. Не передавайте денежные средства по требованию незнакомых вам ранее людей. Научите пожилых родственников быть бдительными и не поддаваться на уловки злоумышленников. В рамках очередной акции «Осторожно, мошенники» слушателями профилактических бесед стали жители Гагаринского района. Пожилых людей призвали не впускать в квартиры посторонних и не передавать им денежные средства. После чего совместно с работниками социальной защиты был проведен подомовой обход. Пенсионерам вручили памятки с информацией о фактах мошенничества и способах, как не стать жертвами злоумышленников. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев, Расул Ибрагимов. Дежурная часть. Саратов.